Значит, креативность – это способность создавать новое. Ну, так формально. Но тут же все сложнее. То есть я могу создать новое из дважды два, и я могу создать новое из 229, и то и другое будет креативным. И вот то, что воспринимается как современная креативность, возьмем каких-нибудь современных художников. Это очень креативно. Но это просто. Создать трехмерное изображение, когда все рисуют в двухмерном изображении, это сложно. Для этого нужен Леонардо да Винчи и группа товарищей. А, условно говоря, расплескать краску по холсту или симметрично нарисовать кубики и квадратики в минимализме или еще что-то – это тоже креативно. Это просто. Сложность другая, да. На нейрофизиологическом уровне исследования, соответствующие проводятся, это, конечно, более такая объективная вещь. Лидером по цифровой зависимости является Южная Корея. У них какая-то специфическая склонность именно вот к цифровой зависимости, у них средняя сессия в Фейсбуке составляет 48 минут. Вау. Просто зашло. Ну, они просто заходят и пропадают там. Они сами определяют уровень своей цифровой зависимости 35% населения. На самом деле мы просто имеем паттерн адаптации человеческой культуры и конкретных мозгов к новой среде. Среда, в которой мы существуем, она информационная. Она всегда такой была, потому что мы жадны до информации. Мы жадны до калорий. Поэтому, если есть дешевые калории в большом количестве, то мы не можем остановиться. И мы жадны до информации. По тем же самым причинам, революционным. Что такое информация? Информация – это безопасность. Что делает животное? Оно сидит и постоянно мониторит информационную среду. Ну, если там кто-то зашевелил в кустах, рви когти, беги перед. Сообщай. Информация имеет эволюционно важное значение. Чем у тебя больше ты осведомлен, тем больше шансов, что ты выживешь. А сейчас много дешевой информации. Точно так же, как и дешевых калорий. И мы, конечно, подсаживаемся на этот крючок. И после того, как это возникает, мозг уже не думает, что может быть по-другому.